Сегодня речь пойдет о том, как мы можем лучше узнать своего Небесного Отца. Мы будем говорить о том, как идти по жизни с Небесным Отцом. Вся эта серия проповедей посвящена духовному росту, и мы говорим о взрослении. Мы знаем, что взросление разделено на три этапа. Первый этап — это этап младенчества. Второй этап — это этап детства. А третий этап — это то, что мы назвали этапом зрелости или периодом взрослой жизни. Но существует степень зрелости, которую можно достичь, научившись следовать за Своим Небесным Отцом. Многие люди рождаются свыше, но при этом так никогда и не знакомятся со Своим Небесным Отцом. Вы не можете стать по-настоящему духовно зрелыми людьми, если вы не познакомитесь со Своим Небесным Отцом. Сегодня вы услышите очень много полезного. Я буду цитировать много отрывков из Библии на эту тему. Давайте начнем с 6 главы Евангелия от Матфея, 25 стих. Я буду читать с 25 стиха по 34. «Посему говорю вам, не заботьтесь для вашей души, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, «Коль ми паче вас, маловеры». Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, «Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольна для каждого дня своей заботы». Обратите внимание на два стиха из тех, которые я только что прочел. Тридцать второй стих. «Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Потому что Он — Отец, который знает, что у нас есть нужды, и также Он знает, как восполнить все наши нужды. Небесный Отец знает, что у вас есть потребности. Это очень важно. «Мой Небесный Отец любит меня. Мой Небесный Отец заботится обо мне. Мой Небесный Отец настолько внимателен ко мне, что, как написано в Библии, Он знает количество волос на моей голове. И если у вас вообще нет волос, Он знает и об этом. Аминь». Небесный Отец знает ваши потребности, и Он восполнит эти потребности. Затем в 26 стихе мы читаем. «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Обратите внимание на то, как эти два стиха раскрывают, что у Бога отцовское сердце. «Если у вас есть нужда, ваш Небесный Отец знает об этом». Мы видим Отца, Который питает птиц небесных. И Священное Писание говорит, что если Он заботится о птицах, то вы можете быть уверены, что Он позаботится и о вас. Заметьте, что здесь речь идет не о грешниках. Эти слова не обращены к неверующим, потому что Он не Отец грешников. Кто-то может подумать, что слова, которые я только что сказал, очень жестокие. Но это не мои слова, это то, что говорит Библия. Некоторые учат, что все люди — дети Божьи. Нет, мы все творения Божьи. Но не все мы — дети Божьи. Некоторые говорят, что все мы — братья и сестры. Нет, не все мы — братья и сестры. У некоторых людей Отец дьявол. Позвольте мне показать вам это. Я должен вам это показать. Возможно, кто-то сейчас смотрит эту передачу и говорит, а я с этим не согласен. Я верю, что Он — Отец всех нас. Это гуманистическое представление. Но мы должны придерживаться Библии. Посмотрим, что говорит Библия. И у дьявола тоже есть детишки. Извините, дети. Откройте Евангелие от Иоанна, 8 главу, 44 стих. Обратите внимание на слова Иисуса в 8 главе, 44 стихе. Ваш Отец — дьявол. Ваш Отец — дьявол, написано там. Да, действительно, все люди — Божьи творения. Но не все люди — Божьи дети. И Бог не для всех Отец. Он не Отец неверующих. Нет. Но даже если мы родились выше и стали Божьими детьми, мы порой так и не узнаем Своего Небесного Отца. нам нужно вырасти, узнав Своего Небесного Отца. Нечто особенное происходит, когда вы в конце концов знакомитесь со Своим Небесным Отцом и узнаете Его. И понятно, что когда Иисус сказал эти слова, иудеи не понимали или не могли понять, или, правильнее сказать, не поверили в то, что Он говорил в 6 главе Евангелия от Матфея. В 6 главе говорится о Небесном Отце, Который любит, о Небесном Отце, Который кормит, о Небесном Отце, Который стремится к общению с человеком. Но в Ветхом Завете они привыкли видеть другого Отца. В Ветхом Завете они считали, что если человек не будет соблюдать закон, его ждет наказание. Люди времен Ветхого Завета понимали, что для искупления греха священник должен принести в жертву животное, чтобы покрыть их грехи. Или, правильнее сказать, перенести их грехи в будущее, покрыть их грехи, чтобы они не были осуждены за них в тот конкретный момент. И они также знали, что если священник неправильно войдет в храм, он может умереть. И не только священник, но и они могут умереть. Они не совсем понимали, что имелось в виду, когда Иисус говорил о Небесном Отце, о Боге Ветхого Завета. Они считали, что одно место было, где Бог обитал, и этим местом было Аскиния. Они считали, что он был за занавесью во святом святых. У них не было возможности быть рядом с Богом. Что бы они отдали за возможность ходить рядом с Богом, как можем мы? За то, чтобы получить эту возможность, которая есть сегодня у нас, обращаться к Богу напрямую, без священника, идущего перед ними и приносящего в жертву животное, и подвергающего риску жизни их обоих. Дамы и господа, я хочу вам сказать, что он больше не живет в Скинии рукотворной. Он больше не живет на горе Синай. Он переехал с горы Синай и теперь живет во мне и в вас. И мы можем говорить с ним, ходить с ним, общаться с ним. И это общение с Небесным Отцом будет способствовать нашему духовному росту. И мы должны узнать, что позволит нам познакомиться с нашим духовным Отцом. Иисус сказал слова, на которые я хочу обратить ваше внимание. Это слова, которые Он сказал о Своем Отце. Откройте Иоанна, 16 главу, 23 стих. Сегодня будет традиционный урок из Библии. Будем много читать, размышлять. Аминь. Иоанна, 16 глава, 23 стих. Здесь Он говорит о Своем Небесном Отце. В 23 стихе написано, «И в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». И в 6 главе Евангелия от Матфея и в 16 главе Евангелия от Иоанна мы видим Отца, Который желает отвечать на ваши молитвы. Он Отец, Который желает дать вам то, о чем вы молились, дабы радость ваша была совершенна. Это новозаветный Отец, Которого представляет нам Бог. И это именно то, что иудеи не могли понять, когда слушали Иисуса. Давайте прочтем 27 стих. «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». То есть, Бог — это Отец, Который не только желает отвечать на ваши молитвы, Который не только желает питать вас, не только желает восполнять ваши потребности. Теперь мы видим Отца, Который любит вас. Иисус говорит, «Потому что вы возлюбили Меня, Мой Отец возлюбил вас, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня». Затем в 6 главе Евангелия от Матфея Иисус сказал вот что. Матфея 6 глава, стихи с 8 по 9. В Евангелии от Матфея в 6 главе стихи с 8 по 9 написано, «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Представьте себе, ваш Отец знает, что вам нужно до того, как вы попросите Его об этом. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». Обратите внимание на то, что Новый Завет подчеркивает, что у нас есть Небесный Отец, Который любит нас, Который желает нас знать ближе, Который желает познакомиться с нами, Отец, Который желает восполнять наши потребности, Отец, Который всегда поддержит, а мы постоянно стараемся заслужить Любовь Отца, Который уже отдал нам свою Любовь. Слава Богу! Бог любит нас, и не строит козни, чтобы вы не попали в рай. Он делает все, что в Его силах, чтобы помочь вам все-таки попасть в рай. Вы знаете, как тяжело приходится земным отцам. Ребенок совершает какую-нибудь глупость, и вам нужно его наказать, и это тяжело. Это тяжело для вас. Вот так же и с Богом. У меня есть Небесный Отец. Аллилуйя! Во времена Ветхого Завета Его знали как Егову, но мы знаем Его как Отца. Аллилуйя! Аминь! Давайте откроем послание к Ефесянам 3 главу. Позвольте мне показать вам кое-что интересное. Аллилуйя! Ефесянам 3 глава, 14 стих. Здесь написано, «Для сего преклоняю колени Мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Послушайте, вы должны обязательно попробовать. Попробуйте, когда будете готовиться к молитве. Скажите себе, «Я преклоняю колени Мои пред Отцом, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Некоторые люди полагают, что отношение с Богом — это и есть религия. Я не об этом говорю. Во мне нет ни одной религиозной косточки, ни о религиозности речь. Речь о взаимоотношениях, речь о семье — это не одно и то же. Религия и семья — разные понятия. Религия — это Бог, а семья — это Отец. И мы не должны впадать в религиозность, но быть частью Его семьи. И мы не просто преклоняем свои колени пред Богом. Мы преклоняем свои колени пред Отцом. Всегда видно христианина, у которого есть общение с Богом, у которого есть близкие взаимоотношения с Богом. Они не называют Его Отцом. Это слишком официально. Я вспоминаю, что сказал апостол Павел в 4 главе 19 стихе, «Бог мой» — не просто Бог, а Бог мой. Потом он начинает использовать слова «Бог-Отец». Можете ли вы называть Его Отцом, или вы по-прежнему называете Его Богом? Если вы будете проводить время с Ним, Он перестанет быть религией и просто Богом, и станет Отцом семьи, частью которой вы являетесь. Если вы это понимаете, скажите «Аминь». Давайте узнаем, что необходимо для того, чтобы познакомиться с Богом. Что нужно для того, чтобы познакомиться с Богом? Я полагаю, что первый очевидный вопрос рожденного свыше человека, потому что есть очень много рожденных свыше людей, которые все еще не познакомились с Богом. Разве то, что я родился свыше, не значит, что я уже знаком с Богом? Нет? Не значит? Нет, вы должны кое-что сделать для того, чтобы познакомиться с Богом. И что мне нужно для этого? Если бы я мог объяснить вам это лучше, познакомиться с Богом вы можете только посредством Божьего Слова, через Его Слово. Не через спиритические сеансы, когда горят свечи, глаза застилают дым, и вы ощущаете нечто странное. Так вы не узнаете Бога. Дамы и господа, послушайте, Бог может открыться вам через Своё Слово. Кто из вас помнит время, когда в вашей жизни были трудности, и Он проявил силу, своей благодати, через Его Слово? Это происходит через Его Слово. Если вы не желаете погрузиться в Божье Слово, значит, вы не желаете познакомиться с Богом. Невозможно познать Бога через ваши чувства. Познакомиться с Богом, познать Его можно только через Его Слово, потому что ваши чувства изменятся, но Его Слово никогда, так же, как и Бог, никогда не меняется. Помните, в 4 главе Матфея написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом, исходящим из уст Божьих». Дамы и господа, познакомиться с Божьим Словом значит познакомиться с Богом. А сейчас давайте откроем 6 главу Матфея, стих 26. Давайте познакомимся с Богом через то, что о Нем говорит Его Слово. Познакомимся с Богом через то, что о Нем говорит Его Слово. Откроем Матфея 6, стих 26. Слава Господу! Тот, кто познакомится с Богом, обязательно будет возрастать духовно. Почему? Потому что невозможно познакомиться с Богом, не обратившись к Божьему Слову. И чем больше вы обращаетесь к Слову, тем больше вы взрослеете. И то и другое взаимосвязано. Матфея 6, 26. «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец наш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Это Божий характер — проявлять любовь. Здесь Бог показывает, что Он готов сделать для вас. А теперь взгляните на 30-й стих. «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль ми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы». Вы знаете, что этим хотел сказать Бог? «Не волнуйтесь, мне можно верить». Бог старается сказать вам, «Я ваш Отец, и вам не нужно переживать о том, что вы будете есть и что будет с вами дальше». И хотя вам может казаться, что вот-вот произойдет трагедия, Он говорит, «Моя любовь к тебе реальна. Не переживай, только прими меня как своего отца. Не переживай, не волнуйся. Научись возлагать свои заботы на меня. Я твой Отец». Отец умоляет своих детей, словно говоря, «Дайте мне шанс. Дайте мне возможность восполнить ваши нужды. Дайте мне возможность быть вам отцом». Я помню, когда я только женился, что-то случилось с ее машиной. Это была первая трудность, которая возникла у нас с тех пор, как мы поженились. Я ждал возможности показать жене, что всегда буду рядом с ней и буду решением ее проблем. А она, конечно, этого не знала и позвонила своему отцу. И когда я приехал домой, чтобы решить эту проблему, ее отец уже все исправил. Я расстроился и позвонил своему отцу. Ведь я хотел помочь тебе. Я хочу быть с тобой, когда у тебя возникают проблемы. Дорогой, я ведь этого не знала. В следующий раз, когда что-то подобное произойдет, я обязательно обращусь к тебе. Она привыкла обращаться к своему отцу, а я хотел, чтобы и у меня была такая возможность. В вашей жизни, в разных ситуациях, к кому вы привыкли обращаться? Почему мы не позволяем Богу сделать лучше, чем могут сделать те, к кому мы привыкли обращаться? Мы привыкли обращаться к кому угодно, но не к Богу. Сначала мы пробуем все варианты, которые нам предлагает этот мир, а когда больше ничего не остается, мы идем к Богу, говоря, «Теперь можно только молиться». Но ведь Бог с нами всегда рядом. Что бы вы чувствовали, если бы знали, как спасти человека, но вы были бы последним, к кому обратились за помощью? И теперь представьте, что Бог последний, к кому вы обращаетесь. Бог говорит, «Если я буду первым, к кому вы обратитесь, если вы признаете меня своим отцом, как я признал вас своими детьми, я покажу, какой я. Я буду кормить вас, одевать вас, буду заботиться о вас, и вам не придется волноваться, потому что я ваш отец». Просто представьте, что значит быть свободным от греха, благодаря тому, что вы знаете, кто ваш отец. Но для этого нужна уверенность. А развить уверенность в том, что Бог ваш отец, и Он за вас, а не против вас, вы сможете только познакомившись с Ним. «Это мой отец». Да, ситуация непростая. Кажется, что становится хуже и хуже. Но мой отец всегда поддержит меня. Я знаю, что дьявол набросится на меня, но мой отец прикрывает меня. Когда вы обретете такую уверенность в своем небесном отце, вот именно тогда он будет вставать на вашу защиту, потому что вы доверяете ему. Доверяйте ему не только тогда, когда вы не видите другого выхода. Поймите, что вы увидите выход, когда посмотрите на него. Вы понимаете меня? Теперь давайте откроем 14 главу Евангелия от Иоанна. Аллилуйя! Скажите вслух, «Отец, я доверяю тебе». Возможно, вы подросток, который учится в школе, вам нужна хорошая оценка, вы хорошо готовились и сделали все, что в ваших силах. А теперь пришло время уповать на Бога. Почему бы перед тем, как пойти в школу, не произнести молитву? «Отец, благодарю тебя за мудрость, которая позволит мне сдать этот экзамен». Сделайте Бога частью каждого дня в вашей жизни и не стыдитесь своего небесного Отца. Научитесь не идти на поводу у толпы и быть не последователем, а лидером. Научитесь устанавливать свой стандарт, а не следовать установленным стандартам. Имейте смелость быть не такими, как все. Не бойтесь становиться на сторону Бога, когда все остальные на противоположной стороне. Когда вы, кто смотрит эту программу по телевизору, в последний раз рассказывали о Христе своим одноклассникам, когда вы, сидящие здесь и слушающие меня, в последний раз воспользовались возможностью рассказать кому-то из вашей семьи, кому-то из ваших соседей, о вашем любящем и добром небесном Отце. Расскажите, что ваш отец хорошо заботится о вас и что он продолжает усуновлять и удочерять. Аминь. Иоанна, 14 глава, 21 стих. Вот что здесь написано. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим». То есть, если я люблю Иисуса, то Библия обещает, что Бог будет в ответ любить меня. «И я возлюблю Его, и я возлюблю Его, и я возлюблю Его, и явлюсь Ему сам». В этом отрывке мы видим два момента. Вообще-то, давайте прочтем далее. 22 стих. Иуда, неискариот, говорит Ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». «О, Иисус, будем жить в Нем!» Вы видите, что здесь написано? Если говорите, что Меня любите, тогда Он говорит, «Соблюдете Слово Мое». Если вы любите Меня, тогда вы соблюдете Слова Мои, и Мой Отец возлюбит вас. Ведь вопрос был, «Почему ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» «Почему ты хочешь явить Себя Мне?» «Я верующий, а ты Мой Отец, но не Отец тех, которые не верят в тебя». Он отвечает, «Да, я хочу явить Себя Тебе. Если ты любишь Меня, исполни Слово Мое. Если любишь Меня, соблюдай Слово Мое. И если ты будешь исполнять Слово Мое, Мой Отец возлюбит тебя в ответ, и мы с Отцом будем с тобой. Будем помогать тебе каждый день, и мы явим тебя, и поддержим тебя. Разве вы не хотите, выходя каждый день поутру из дома, знать, что ваш Небесный Отец идет рядом с вами? Ваш Небесный Отец с вами. Только потому, что вы любите Его настолько, что исполняете Слово Его. Здесь мы видим два аспекта. Первый. Исполнение заповедей. Исполнение заповедей. Мы знакомимся с Богом, когда исполняем Его заповеди. Нужно понимать, что такое новозаветные заповеди. Мои заповеди, говорит Иисус. Мои заповеди. У Иисуса их только две. Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, своим всей душой и всей силой своей, возлюби ближнего своего, как самого себя. То есть Он говорит, если любишь Меня, будешь любить и других. Если любишь Меня, будешь любить и других. Если любишь Меня, то твоя любовь будет проявляться через твою любовь к другим людям. Ведь Библия говорит, как можно говорить о любви к Богу, ненавидя своего брата, которого видишь каждый день. Давайте прочтем еще несколько стихов. Иоанна 13, глава, стих 34. Иоанна 13, стих 34. Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Сегодня в программе, изменяющая твой мир. Вы просто не давали мне доступа. Вы не могли жить без греха. Вы согрешаете. Но Иисус победитель. Он победил грех, смерть, ад и могилу. И через него у меня есть доступ к взаимоотношениям с Отцом. Приглашаем вас на проповедь доктора Крефла Доллара. Теперь давайте откроем 14-ю главу Евангелия от Иоанна. Аллилуйя! Скажите вслух, Отец, я доверяю тебе. Возможно, вы подросток, который учится в школе. Вам нужна хорошая оценка. Вы хорошо готовились и сделали все, что в ваших силах. А теперь пришло время уповать на Бога. Почему бы перед тем, как пойти в школу, не произнести молитву? Отец, благодарю тебя за мудрость, которая позволит мне сдать этот экзамен. Сделайте Бога частью каждого дня вашей жизни и не стыдитесь своего Небесного Отца. Научитесь не идти на поводу у толпы и быть не последователем, а лидером. Научитесь устанавливать свой стандарт, а не следовать установленным стандартам. Имейте смелость быть не такими, как все. Не бойтесь становиться на сторону Бога, когда все остальные на противоположной стороне. Когда вы, кто смотрит эту программу по телевизору, в последний раз рассказывали о Христе своим одноклассникам, когда вы, сидящие здесь и слушающие меня, в последний раз воспользовались возможностью рассказать кому-то из вашей семьи, кому-то из ваших соседей о вашем любящем и добром Небесном Отце. Расскажите, что ваш Отец хорошо заботится о вас и что Он продолжает усуновлять и удочерять. Аминь. Иоанна 14, глава, 21 стих. Вот что здесь написано. «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим. То есть, если я люблю Иисуса, то Библии обещают, что Бог будет в ответ любить Меня. И я возлюблю Его, и я возлюблю Его, и я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. В этом отрывке мы видим два момента. Вообще-то, давайте прочтем далее. 22 стих. Иуда, неискариот, говорит Ему, «Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?» Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. О, Иисус, будем жить в Нем». Вы видите, что здесь написано? «Если говорите, что Меня любите, тогда Он говорит, соблюдете Слово Мое. Если Вы любите Меня, тогда Вы соблюдете Слова Мои, и Мой Отец возлюбит Вас». Ведь вопрос был, «Почему Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Почему Ты хочешь явить Себя Мне?» «Я верующий, а Ты Мой Отец, но не Отец тех, которые не верят в Тебя». Он отвечает, «Да, Я хочу явить Себя Тебе. Если Ты любишь Меня, исполни Слово Мое. Если любишь Меня, соблюдай Слово Мое. И если Ты будешь исполнять Слово Мое, Мой Отец возлюбит Тебя в ответ, и мы с Отцом будем с Тобой, будем помогать Тебе каждый день, и мы явим Себя и поддержим Тебя». Разве Вы не хотите, выходя каждый день поутру из дома, знать, что Ваш Небесный Отец идет рядом с Вами? Ваш Небесный Отец с Вами. Только потому, что Вы любите Его настолько, что исполняете Слово Его. Здесь мы видим два аспекта. Первый. Исполнение заповедей. Исполнение заповедей. Мы знакомимся с Богом, когда исполняем Его заповеди. Нужно понимать, что такое новозаветные заповеди. «Мои заповеди», говорит Иисус, «Мои заповеди». У Иисуса их только две. «Возлюби Господа Бога Своего всем сердцем, Своим всей душой и всей силой Своей, возлюби ближнего Своего, как самого Себя». То есть Он говорит, «Если любишь Меня, будешь любить и других». «Если любишь Меня, будешь любить и других». «Если любишь Меня, то твоя любовь будет проявляться через твою любовь к другим людям». Ведь Библия говорит, «Как можно говорить о любви к Богу, ненавидя своего брата, которого видишь каждый день?» Давайте прочтем еще несколько стихов. Иоанна 13, глава, стих 34. Иоанна 13, стих 34. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». Близко познакомиться с Небесным Отцом можно только осознав важность любви к людям. И любить людей нужно не ради того, чтобы они любили вас в ответ. Любить нужно, потому что так заповедал Бог. Мне дано повеление любить вас, даже если вы сделали что-то ужасное против меня, но потому что я люблю Отца, я буду любить и вас. И я буду любить вас не эмоционально любовью, я буду любить вас, слава Богу, любовью Агапе, искренней, нежной, все покрывающей любовью. То есть я буду любить до такой степени, что, чтобы вы не сделали мне, я не буду этого вспоминать. Я буду вести себя, словно этого никогда не происходило. и делаю это я не ради вас, а ради того, кого я люблю. Я никогда не откажусь от любви к Нему, поэтому я буду любить вас. Я буду любить вас, что бы вы ни говорили, что бы вы ни делали. Да, возможно, мне будет иногда очень больно. Возможно, мне будет иногда очень-очень больно. И, возможно, мне придется на какое-то время прервать общение с вами, чтобы прийти в себя. Но когда я вернусь к вам, я буду вновь готов любить вас, потому что я люблю своего Небесного Отца и хочу, чтобы Он мог пребывать во мне. В послании к римлянам в 13 главе написано, «Любовь не делает ближним зла». Да, я все это уже знаю, но ведь ты все еще не познакомился с Богом. Знать о Боге — это одно, а знать Бога — это другое. Речь не о том, чтобы знать о Боге. Речь не о том, что мы должны знать о том, кто такой Бог. Я говорю о том, что нужно знать Бога лично и общаться с Ним каждый день. В этом-то вся и проблема. Благословение позволяет нам узнать о Боге, но для того, чтобы знать Бога, нужны взаимоотношения с Ним. Из-за того, что Бог есть Дух, я не могу видеть Его. Но когда я размышляю над Его Словом и оно пребывает в моем сердце, возникают взаимоотношения. Вы можете рассказать мне, что вы знаете о Нем, а я могу рассказать вам, что Он сказал мне сегодня утром, потому что я Его знаю. И когда я слушаю ваши рассказы о Нем, а я знаю Его близко, мне не нужно разбирать с вами вопросы богословия, потому что я знаю Его из жизни. Понимаете? Аллилуйя! Я видел, как одни люди осуждают других за их поступки, но потому что я знаю Бога близко, Бог тихо шепчет мне на ухо, я совсем не так к этому отношусь. Он говорит, люди так увлеклись собой и своими законами, что перестали понимать закон любви. Я хочу, чтобы они понимали этот закон. Да, Он совершил ошибку. Да, это было ужасно. Да, Ему не следовало бы так поступать. Но если я смог простить распятого на кресте вора, я могу простить и этого человека. Аллилуйя! Бог говорит, «Я все равно не сужу тебя по твоим добрым делам, потому что все твои добрые дела подобны грязной одежде. Я готов общаться с тобой не из-за твоих добрых дел. Единственная причина, по которой у тебя есть возможность познакомиться и общаться со мной, это мой Сын, Иисус, который мог то, что не можешь ты. Любой человек может знать меня, общаться со мной только благодаря жертве Иисуса Христа. Поэтому Он сказал, «Никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня. Вы просто не давали Мне доступа. Вы не могли жить без греха. Вы согрешаете, но Иисус — победитель. Он победил грех, смерть, ад и могилу, и через Него у меня есть доступ к взаимоотношениям с Отцом». И прежде, чем вы будете судить и приговаривать кого-то к адским мукам, пожалуйста, напомните себе, что вы здесь сейчас только потому, что Иисус пролил Свою кровь. Да и аминь. Это и есть Евангелие. И Евангелие в том, что вы можете ложиться спать, не переживая о том, как плохо вы вели себя в течение дня. Вам лишь нужно принять того, у кого есть доступ во Святое Святых. У меня есть Иисус, и я вхожу по Его билету. Я напоминаю себе об этом. Однажды, когда я был в своем офисе, я сказал, «О, Иисус! Меня это так коснулось! О, Иисус! Если ты не будешь стоять у ворот, то как я смогу пройти? Потому что, если я покажу все свои хорошие дела, этого все равно будет недостаточно». Но если я член семьи, я могу войти, я был принят в Божью семью. Христиане склонны осуждать, потому что забыли, как они сами когда-то были приняты. Конечно, мы не одобряем грех. Грех лишает человека уверенности. Какой уверенности? Уверенности в Небесном Отце. Вы просыпаетесь, и вам кажется, что Бог не любит вас из-за того, что вы натворили. Иисус уже разобрался с грехом. Его кровь уже покрыла грехи. Кровь Иисуса, в отличие от крови жертвенных животных, кровь животных в Ветхом Завете покрывала грех. Это была кровь искупления. Кровь Иисуса не кровь искупления. Искупить значит покрыть. В Новом Завете дан неправильный перевод. Это не кровь искупления. Кровь Иисуса это кровь отпущения грехов. Что это значит? Это значит стереть, словно никогда не было. И когда кровь Христа коснулась вашей жизни, она стерла все записи о ваших грехах, несмотря на то, что вы заслужили, и несмотря на то, что вы этого не заработали. «Аллилуйя!» Иисус сказал, «Если вы хотите войти через Меня, кто-то может спросить, «Я не понимаю, почему я должен для этого принять Иисуса?» Вы хотите сказать, что Иисус — единственный путь? Нет, я ничего не хочу сказать. Он сам сказал, «Я есть им путь, я есть им истина, я есть им жизнь, и никто не может прийти к Отцу, кроме как через Меня». Вот так. Мне кажется, это несправедливо. А кто вас спрашивает? Но раз уж вы об этом задумались, позвольте мне объяснить. Здесь Отец. Здесь Иисус. А здесь мы. Мы согрешили. Завет, который заключил Бог, был заключен с Авраамом «Аллилуйя!» и с Иисусом. Он пришел к Иисусу в Гефсиманском саду. Тогда из поры его кожи сочилась кровь. Это было заключением завета. Безгрешный стал грехом, но не согрешил. Он никогда не грешил. Он не совершил ни одного греха. Он не совершил ни одного греха. Поэтому я и называю Его победителем. Он не совершил ни одного греха. Он единственный из всего человечества. Он пришел на землю в человеческом теле и победил, ни разу не согрешив. «Не существует человека, подобного Иисусу. И по обетованию, только через Него Бог мог исполнить Своё обещание спасти, потому что все остальные были повинны. Но Иисус сказал, «Отец, подожди минуточку, пожалуйста». А потом подошел к нам и сказал, «Послушайте, если вы хотите получить исцеление, освобождение, если вы хотите не пойти в ад, я замолвлю за вас словечко, у меня есть связи с отцом. И если я попрошу его впустить вас по моему билету, то он ответит на ваши молитвы. И если вы произнесете их во имя Мое, во имя Мое, он исцелит вас, во имя Мое освободит вас от греха, во имя Мое даст вам процветание, и он будет любить вас так же, как любит меня. И для этого вам нужно лишь принять условия и принять меня, как своего Господа и Спасителя. и вы можете войти по моему билету. Правда, Господи? Да, правда. Хорошо, Господи, я принимаю тебя. Отлично, пойдем со мной. Отец, ты знаешь, что я твой первенец, а вот еще один твой сын. Я приглашаю их войти и сесть со мной на небесах. Аллилуйя! И если ты не против, Господь, Он тоже будет твоим сыном. И только Иисус имеет такое право. Иисус теперь, подобно мосту, примирил греховного человека со святым Богом. И человек, который не мог приблизиться к Богу без священника и крови жертвенного животного, теперь может приблизиться к Нему через нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И Иисус пригласил меня войти по Его билету. И теперь я могу называть Бога Отцом, так же, как Иисус называет Его Отцом. И что Бог сделает для Иисуса, Он сделает и для меня. Аллилуйя! И теперь я могу называть Его Абва. Отче Папа Отец Бог Не только Иегова, Он Отец. Не просто Эл-Ильон Эль-Шадай Нет, Он Отец. И знаете, что это значит? Все, что Он есть и все, кем Он будет, Он Отец. И у меня есть доступ ко всей Его силе и мощи. Держитесь от меня подальше, а то я пожалуюсь своему Отцу. Просто задумайтесь об этом. Мы читали из 13 главы послания к римлянам? Мы читали 13 главу 10 стих? Мы не читали? В 10 стихе написано, любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Когда вы пребываете в любви, вам не нужно переживать о том, исполняете ли вы эти законы или нет. Если вы пребываете в любви Божьей, эта любовь вмещает в себе все эти законы. Первый момент, который мы видим в Иоанна 14 главе, мы должны исполнять Божьи заповеди. Второй момент, мой Отец будет любить вас. Исполняйте Божьи заповеди, и мой Отец будет любить вас. Матфея 7 глава 11 стих. Мой Отец будет любить вас. В 11 стихе написано, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. если вы даете благие даяния своим детям, то как вы смеете говорить, что Бог желает, чтобы у вас ничего не было? Он говорит, «Я буду давать благо моим детям. Я буду дарить им подарки». Он говорит, «Я буду давать благо моим детям». Он говорит, «Я буду дарить им подарки». «Я буду давать благо моим детям». Если вы даете благо своим детям, то и я буду давать благо своим детям». Аллилуйя. Давайте откроем Иоанна 17 главу. Стих 23. Я хочу подтвердить то, что только что сказал. Иоанна 17, 23. Здесь написано, «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Вы видите, что написано в последней части стиха? «Ты возлюбил их, как возлюбил меня». Вы понимаете, что Бог любит вас так же сильно, как Он любит Иисуса? Просто представьте себе. Но дьявол желает, чтобы вы усомнились в этом. И грех способствует сомнениям. Грех заставляет вас сомневаться в Божьей любви к вам. Грех превращает людей в трусов. И вы уже больше не уверены в любви Бога Отца. Нечто подобное происходит и в естественной сфере. Когда вы не уверены, что ваш Отец любит вас, у вас могут развиться эмоциональные проблемы. Вы можете ненавидеть Его. Вы можете ощущать себя отверженным, ненужным. Вы можете ощущать себя подобным образом, если считаете, что ваш земной Отец не любит вас. И в результате этого вы будете бунтовать против всего, что исходит от Него. Ведь все равно не любишь Меня. И именно такой бунт описан во Второзаконии 1 главе. Они думали, что Бог не любит их, поэтому вывел их, чтобы они все погибли. И поскольку они думали, что Бог не любит их, они восставали против Его заповедей. И это причина, по которой многие христиане бунтуют против Божьих заповедей. Им кажется, что Бог не любит их. Они не познакомились с Богом. Они не знают, что Бог приходит на помощь, когда мы находимся на самом дне, потому что Он Отец. Земные отцы приходят на помощь, несмотря на наши грехи. И Бог поступает так же. Некоторые из самых лучших моментов вашей жизни, это когда вы считали, что не заслуживаете Божьей помощи, но Бог пришел на помощь все равно. Более того, некоторые из вас не замечали Его поддержки, но именно Он поддерживал все то время, пока вы выбирались из трясины. Именно Он спас вас благодаря Ему. Пистолет дал осечку. Он остановил вас, когда вы хотели со всем покончить. Небесный Отец любит своих детей. И я хочу еще раз подчеркнуть, что у вас есть Бог, который любит вас. Не забывайте о Боге, который любит вас. Не отвергайте любви, которую предлагает вам Небесный Отец. Иоанна 16, глава 32, стих. «Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мной». Задумайтесь над этими словами. Иисус говорит Своим ученикам, «Вы меня оставите, но я не останусь в одиночестве, потому что со мной будет Отец». Просто представьте, как бы преобразилась наша жизнь, если бы мы пришли к осознанию того, что до тех пор, пока с нами Отец, мы не одиноки. Я не одинок, потому что Отец со мной. Мы относимся к Нему, как к некой невидимой субстанции, которая нереальна. Но я говорю вам, что Бог так же реален, как и сидящий с вами рядом человек. Бог жив, и Он реален. Вы должны понимать, что даже если все вас покинут, с вами будет Бог. Я никогда не буду одинок, потому что Небесный Отец со мной. Именно поэтому Иисус, Павел и другие великие мужи Божьи смогли совершать столько чудес и великих поступков. Они точно знали, что с ними был их Отец. Аллилуйя! 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 Моя собственная проповедь делает меня счастливым. Я вот-вот забуду, что вы здесь. Аллилуйя! Слава Богу! Стих 27. «Ибо Сам Отец любит вас, задумайтесь, ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога». Заметьте, что вновь и вновь Иисус повторяет, Иисус повторяет, что Бог любит вас ради Него. Он повторяет это вновь и вновь. Он говорит, «Если вы примете Меня, тогда примите Его любовь». Я дал вам хорошую иллюстрацию. Если вы попробуете прийти к Отцу без Иисуса, у вас ничего не получится. Ничего не получится. Слава Богу! 1 Петра, 5 глава, 7 стих. «Спасибо тебе, Господь!» Я просто посчитал, что вам будет полезно услышать простое Евангелие сегодня. Иногда, когда мы углубляемся, мы забываем об элементарном. Представьте себе, какую силу вы обретете в своей жизни, если начнете концентрировать свое внимание на том факте, что Небесный Отец любит вас, даже тогда, когда люди говорят, что Бог вздол на вас. Бог не поможет тебе, Бог тебя накажет за это. Бог почти уничтожил тебя за это. Друзья, у Бога не бывает почти. Если Бог бы хотел уничтожить вас, Он бы это сделал. 1 Петра, 5-7. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он... ибо Он что? Печется о вас». Послушайте, как это звучит в расширенном переводе. «Возложите все свои заботы, все свои волнения, переживания, раз и навсегда на Него, ибо Он всеми силами неусыпно печется о вас».